МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Активисты общественного объединения МИРАС решили взять этот вопрос под контроль. Месяц Рамазан принес акцию по снижению цен на товары первой необходимости. Ко дню столицы в Караганде запланирована насыщенная программа. Концерты, конкурсы и выставки фотографий. Обо всем по порядку. В Караганде уже сточится контроль за использование государственного языка. Активисты общественного объединения МИРАС решили взять этот вопрос под контроль. Теперь городские вывески, рекламные баннеры и все, что касается казахского языка, будет тщательно проверяться. Все нарушения и недочеты будут оформлены документально и направлены владельцам рекламы. Об этом стало известно на первом заседании членов МИРАС. В зале партии Нуратан сегодня бурное обсуждение. Активисты общественного объединения начали свое первое заседание. В их рядах окины, деятели культуры, чиновники. Предметом спора стал государственный язык. Мнение о присутствующих сошлось в одном. Контроль за его использованием нужно ужесточить. Проводить больше проверок, рейдов и направлять рекомендации в нужные инстанции. Замечания коснутся не только бизнесменов. Также экзамен на знание языка будут сдавать госслужащие. В этом году мы планируем взять на контроль сертификацию государственных служащих. 200 человек будут сдавать тесты уже в октябре. Ни для кого не секрет, что зачастую госчиновник казахским языком не владеет. Для того, чтобы обучить их, у нас есть специальные курсы. Еще более тысячи специалистов сдадут экзамены. По словам Гульнара Имкантарбековой, от жителей города поступают жалобы на качество рекламы на государственном языке. Вывески пестрят ошибками. В связи с этим уже на протяжении года проводятся рейды. Но руки инспекторов связывает запрет главы государства на проверку объектов малого и среднего бизнеса. Также остро стоит вопрос о намастике. В честь 70-летия Великой Победы было переименовано на несколько улиц города. Теперь они названы именами героев Великой Отечественной войны. И такая работа будет продолжаться. Тенденция показывает, что сейчас граждане сами заинтересованы в изучении государственного языка. Сравнивая последние годы, можно отметить положительную динамику в этом. Но все же пока языковая грамотность не на должном уровне. В ходе обсуждения участники заседания пришли к единому мнению. Работа в этом направлении должна быть всегда под контролем. Со всеми нарушителями нужно вести индивидуальную работу. На проспекте республики идет установка «Аутдора», что означает с английского «находящийся на открытом воздухе». Такая инструкция вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Люди считают, что дизайнеры допустили ошибку. Наши корреспонденты попытались разобраться в этой ситуации. В социальной сети Instagram появились фотографии «Аутдора» со словами «Мен Караганды». Что означает эта надпись, пока непонятно. Но по обсуждениям в интернете заметно, что некоторым жителям эта надпись пока не нравится. Такие же надписи, выражающие любовь к своему городу, стали популярны во многих городах и странах. Рекламная группа Visa тоже выполняет заказ местных властей. Такое современное произведение искусства скоро будет украшать и наш город. Мы обратились к дизайнерам, которые выполняют заказ. В свое оправдание они сказали, что эта конструкция пока не закончена, будет выглядеть немного по-другому. И никакой ошибки нет. Но все же комментировать эту ситуацию отказались. Малый и средний бизнес откликнулся на призыв муфтия Казахстана о том, чтобы священный месяц Рамазан оставил запоминающийся след не только у верующих мусульман, но и у простых граждан. Этот месяц принес акцию по снижению цен на товары первой необходимости. Священный месяц Рамазан ассоциируется у верующих мусульман с очищением от скверны, от нечистых помыслов. Около 50 предприятий Октябрьского района Караганды по согласованию с Акиматом стали участниками акции по снижению цен на свою продукцию. Жители Караганды, придя на рынок Октябрьского района, были приятно удивлены. Фрукты, овощи, зелень стали дешевле на 15-20%. Продукты питания тоже подешевели. Это стало возможным, потому что хозяева рынка также снизили арендную плату. Придя сегодня на рынок, мы были приятно удивлены, что на некоторых контейнерах фрукты и овощи стоят немного дешевле, чем на других. Когда мы поинтересовались, почему это так, оказалось, что это акция, которая специально была приручена к такому празднику, как Рамазан. Нам, конечно, простым покупателям это очень приятно. Рамазан – месяц самопожертвований, что является частью природы человека. Жертва может быть разной в количестве и по форме. Иногда это что-то небольшое, а иногда это нечто огромное. Иногда нам приходится отдавать часть своего имущества, времени или здоровья для блага других людей. Самопожертвование – это важнейшая часть нашего вклада в жизнь человеческого общества. Великие достижения рождаются из жертвы, а не из эгоизма. Не будет совершенной веры человека, пока он не будет желать своему брату того, чего желает себе. Этому учит Коран, этому учит и Библия. Давайте делиться даже малостью с людьми. Помните, капля образует лужи, лужи образуют реки, а реки сливаются в океаны. Сергей Высокосов, Исламбек Успан, Арман Мартаев, Первый, Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин К другим новостям. Молодежь шахтерской столицы за чистоту. Жаслъель на страже порядка уже с 8 утра. Юноши и девушки трудятся в Центральном парке, не покладая рук. Очищают территорию, косят траву, вывозят мусор. Приобщиться к трудовой активности и увидеть все своими глазами решил и наш корреспондент Айма Урина. В Центральном парке культуры и отдыха с утра оживлённо. Несмотря на ранний час, в 9 утра молодёжь очень активна. Грабли, веники и хорошее настроение отличают их от прохожих и отдыхающих. Многие из них – школьники. Физический труд для них в удовольствие. Екатерина Иконописцева работает в организации «Жаслъель» впервые. 11-классница радуется, что получит свою первую заслуженную зарплату. Девушка хочет потратить её на подготовку к школе, одежду, учебники. Я считаю, что лучше облагораживать город, чем сидеть дома за компьютером или заниматься какими-то другими вещами, которые тебе не полезны. Я призываю нашу карагандинскую молодёжь взеленить наш город, сделать его намного чище и красивее. Такая активность молодёжи не оставляет равнодушным никого. Особенно ими восхищаются работники парка. По их словам, ребята трудятся на славу. Благодаря им в день выводится около трёх машин мусора. Ведь отдыхающие карагандинцы, приходя в парк, нередко мусорят, да и зачастую в неположенных местах. Помогают работникам центрального парка, делают парк лучше, чище и красивее. За это хотелось бы сказать им огромное спасибо. А прежде всего, хотелось бы сказать спасибо их родителям и представителям школ, университетов, колледжей, в которых они учатся. Потому что воспитать таких детей – это большой, огромный труд. Ольга Скворцова в лице работников парка призывает всех горожан и гостей города соблюдать чистоту. Выкидывать мусор только в урны. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Айам Амрина, Жасулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Итальянские врачи обменялись опытом с карагандинскими медиками. Они рассказали о современных методах лечения в области интенсивной терапии и реанимации в педиатрии. Вопросами детской педиатрии врачи из Италии занимаются уже больше 11 лет. Для карагандинских медиков они провели курсы по методике интенсивной терапии и неотложной помощи. Зарубежные специалисты остались довольны тем, сколько врачей пришли поучаствовать в мастер-классе. Обучающие уроки уже показали во многих городах Казахстана. Мы передали опыт новых подходов к оказанию интенсивной и неотложной помощи детям. И это хорошо, это приятное удивление, что во многих отделениях ваших больниц имеется современное оборудование, оборудование мирового класса. Местные врачи имели возможность пройти обучение, не выезжая за пределы Казахстана. Профессор из Италии на современных тренажёрах и манекенах показал, как можно вылечить многие детские заболевания. Безусловно, такие мастер-классы нужны, считают карагандинские педиатры. Они помогают повысить не только уровень собственных знаний и навыков, но и профессионального мастерства в целом. Николай Кровец, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Бывшая карагандинка Наталья Пастрон и её 12-летняя дочь просят о помощи. По словам матери и дочки, отец Лады, бывший супруг женщины, пугает дочь. На положенные свидания Лада Булыгина ходить отказывается. При этом у ребёнка задержка психоречевого развития. Вместо положенного 6-го класса девочка закончила только 5-й. А у её папы Евгения Булыгина на этот счёт своя правда. Мужчина уверен, экс-жена хочет лишить его отцовских прав и увезти дочь в Россию. В редакцию Наталья с дочкой приехали из Астаны. По словам женщины, это её последняя надежда, ведь обращение в правоохранительные органы не дают результатов. Дочь Лада с отцом видеться обязана. Таков закон. Но Наталья и сама девочка утверждают, что отец им не нужен. В своё время девочка стала свидетелем ссор и даже насилия со стороны главы семейства. На этом фоне у школьницы появился страх и заикание. Об этом свидетельствует справка психолога. Три года назад ударил мою старшую сестру Дакове об дверь. Ещё не скинул её со второго этажа. Это было очень ужасно. Я это всё видела. Наталья Апострон прожила со своим супругом 22 года. По словам женщины, брак не удался. Муж стал неуправляем. По имеющимся справкам, на руках у женщины у него диагноз шизофрения. Теперь мать хочет оградить ребёнка от стресса. Общение с папой только вредит Ладе. У неё случается истерика, говорит Наталья. Я хочу оградить ребёнка, потому что ребёнок не хочет общаться с отцом. Я понимаю, она в подростковом возрасте. Даже если просто была бы обычная нормальная семья, она могла даже, например, ревновать к своему брату. А здесь получается, что папа никогда не приезжал на свидание один. Он всегда приезжал, то с вот этой Ирой, сожительницей. Без того у ребёнка стресс после развода. Евгений Булыгин, отец девочки, агрессию со своей стороны отрицает. По его словам, Наталья – настоящая аферистка. Судебные тяжбы у них длятся уже давно. Поэтому к клевете в свой адрес он уже привык. Интервью нам он дал по телефону. Наталья Робертонна прекрасна с общением. И конкретно, что прямо вот настраивать ребёнка и всё это проще. То, что ребёнок говорит, вы видите, реально манипуляция матери... Сложные семейные отношения вредят не только супругам. В первую очередь страдают дети. Руководитель Центра реабилитации пострадавших от негативных религиозных воздействий Николай Мерзляков ситуацию семейных прений и конфликтов считает ошибкой обеих. Советуют при возникновении трудностей обращаться в их организацию по телефону доверия. Номер вы видите на экране. Естественно, что здесь уже, если это угрожает тебе, тогда уже надо обращаться в прокуратуру или какие-то правоохранительные органы. Спор Булыгин и Хипастрон должен рассматривать суд. Именно они решат, кто прав, кто виноват. А мы лишь хотим, чтобы дети были счастливы. А имам Ренажа Сулам Макулбеков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Школа современных искусств Куба покажет зрелищное световое шоу на главном празднике Астаны 6 июля. Сегодня проходят последние репетиции. Наш корреспондент Николай Кровец один из первых увидел, как карагандинцы собираются поздравить столицу с днем рождения. Будущий финансист Агирим Жармухаметова сегодня ходит на ходулях. Четыре недели подряд она училась нелегким упражнениям. Правда, сегодня металлические конструкции скрываются под казахским национальным костюмом. Так девушка вместе с другими участниками коллектива Куба готовится к праздничному концерту, который пройдет в столице 6 июля. Впервые она будет выступать перед многотысячной публикой. Поэтому девушка сильно волнуется. То, что этот парад будет проходить на улице, брусчатка, много детей, много людей. Все захотят сфотографироваться, рядом постоять. И более того, это крупномасштабное мероприятие, оно посвящено Дню столицы. Это не просто какой-то праздник. И мы очень хотим поучаствовать там, потому что для нас это очень важно – участвовать везде. Столичные организаторы пригласили карагандинцев участвовать в больших проектах. Это парад ходулистов и карлы Кеш, где они выступят со своим шоу, аналогов которому нет в Казахстане. Известно, что световой номер будет завершать концертную программу. Мы впервые на этот праздник были приглашены в город Астану. Для нас это очень большой и важный этап. Мы будем представлять наш город, наш дворец детей и юношества в столице. И будем радовать жителей. Мы считаем, что это довольно почетная миссия. Предстоит нам ее выполнить. Я надеюсь, что выступление нашего коллектива понравится зрителям. Потому что это, на мой взгляд, довольно необычное для Казахстана шоу – парад ходулистов. Хочется отметить, что коллектив клуба в репетициях участвовать не собирается. Жители столицы увидят зрелищное световое шоу и парад на ходулях уже в подготовленном виде. Николай Кровец, Исламбек Аспанов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Ко дню столицы в Караганде запланирована насыщенная программа. Концерты, конкурсы и выставки фотографий. Это только часть праздничных мероприятий, которые смогут посетить жители и гости шахтерского края. Все мероприятия, посвященные дню рождения столицы, начнутся 4 июля. Ровно в 9 часов вечера с площади независимости начнется праздничный забег «Саган-Астана». Основной праздник в нашем городе будет проведен на набережной Центрального парка культуры и отдыха. Здесь запланированы концерты, фестиваль песни, где вручат еще и удостоверение личности ровесникам Астаны. 6 июля на территории Центрального парка намечено специальное мероприятие «Фотосушка», которую посвятят 17-летию Астаны. Тема выставки «Моя столица, моя гордость». Все участники выставят фотографии о нашей столице. Также 6 июля в 12 часов на площадках Дворцов культуры в Пришахтинске, в сортировке, в парке 50-летия Казахстана пройдут праздничные концерты «Астана-Елемнен-Мактан-Ше». В День столицы заработают все аттракционные карусели, а в городском зоопарке предусмотрены экскурсии и различные акции. В библиотеках Караганды пройдут выставки на прачную тематику. Также запланирована встреча молодежи с почетными жителями нашего города. Конечно же, мы хотели бы вернуться к истории возникновения нашей столицы, новой столицы Казахстана, для того, чтобы наша молодежь, новое поколение эту историю помнили. Поскольку сегодня Астана – это центр, это притяжение всего внимания, всего мира, и мы бы хотели, чтобы все население города как можно больше знало о столице нашего Казахстана. В завершении выпуска еще об одном. В день рождения столицы ведущий кабельный оператор страны Алма-Ти-Ви приготовил ценные подарки, среди которых не только бытовая техника, но и две машины марки Тойота Камри. Об условиях розыгрыша вы узнаете в следующем материале выпуска. «Смотри и выигрывай» – девиз-акция от главного кабельного оператора Казахстана Алма-Ти-Ви. 6 июля в день столицы компания разыграет два автомобиля Тойота Камри. Телевизоры, смартфоны, планшеты и другие ценные подарки. Чтобы принять участие в розыгрыше, надо всего лишь быть абонентом Алма-Ти-Ви и оплачивать услуги оператора вовремя. «Мы все делаем для клиентов. Вот вы за спиной видите панель со всеми 130 с лишним каналами, которые мы клиентам даем. Только за последние полгода мы добавили 11 самых высокорейтинговых каналов в наши пакеты». По условиям акции компания в течение месяца со дня розыгрыша должна вручить победителям ценные призы. Счастливчиков будут оповещать по телефону и электронной почте, указанными в базе данных компании. Если абонент сменил контактные данные, то об этом в срочном порядке нужно сообщить в ближайшее отделение Алма-Ти-Ви. «Пишка второго этапа, который будет в декабре, уже под конец года, там будут две квартиры. Одна в Алма-Ате, другая в Астане». Подробно с условиями участия в акции можно познакомиться на официальном сайте и в офисах компании. Прямую трансляцию торжественного розыгрыша, который состоится 6 июля в одном из торгово-развлекательных центров Алма-Аты, можно посмотреть на информационном канале Алма-Ти-Ви. Ну а кто не успеет, есть время, чтобы принять участие в зимнем розыгрыше призов. Для этого нужно подключиться к услугам главного кабельного оператора страны Алма-Ти-Ви. И лучше не затягивать. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Приятных вам выходных, Хамаса Лолгстер. Субтитры создавал DimaTorzok